У меня один вопрос. После вот этих обвинений, они когда-нибудь утруждают себя тем, что они говорят, вот такой книги он написал, это неправильно. Вот этой лекции он сказал, это неправильно. То есть, никаких доказательств нет, они просто это говорят. Он их ван, он такой, он всякой, не слушайте его. И даже не объясняют никак эти слова, никакие доказательства не приводят. Нет, ничего, даже доказательства основывают, что они их хуани. Воспитание тоже их хуани, а не муктадия. То есть, как вы сказали, в начале это дурное предположение. Да, да, да. Ла, и нет справедливости в этих людях, Сапанова. Шейх Мухаммад Базмуль, да охранит его Аллах, сказал. Спрашивающий спрашивает. Обуславливается ли вы обвинение в нововведении того, кто впал в одно нововведение? Или во множество нововведения, предоставление ему довода, чтобы обвинить нововведение? Или же это не является условием? То есть, вопрос опровержения ему и описание его нововведения. Это место мы именуем как опровержение, в котором это предоставление довода не обуславливается. Даже, клянусь Аллахом, иногда мы упрекали шейха Раби за то, что он не спешит с опровержением, умолчивает относительно опровержения и не опровергает. Клянусь великим Аллахом. Я помню, как шейх Раби терпел 7 лет, 8 лет, не опровергая Бога Хасана, проявлял терпение также и в отношении шейха Фалиха некоторое время, также и в отношении Али Хасана Абдул-Хамид Аль-Халеби. Я был этому свидетель, и мы упрекали его за это. Почему? Потому что считали, что в опровержении будет разъяснение. Однако шейх надеялся, что в них есть благо, и проявлял терпение. Иногда приписывали шейху Ирджа. Знаете ли вы это? Вы не знаете. А я знаю это. По причине молчания шейха. Некоторые невежды приписали ему Ирджа. Шейх же проявлял терпение. Хотя его не обязывает в вопросе опровержения предоставлять довод, потому что там есть насыха по отношению к мусульманам. А этот человек распространяет его слова среди мусульман. Знаете ли вы о книге Муджмаль Итикад Ахли Ассунна, которую распространил Маркес шейха Аль-Альбани? В эту книгу внесли имя шейха Раби. Шейх Али Хасан Абдул-Хамид Аль-Халеби пришел с этой книгой к нам, и шейх Раби попросил меня, чтобы я прочитал ее. Он сказал, я прочитаю, о сын мой, и ты тоже прочитай. И предоставь свои замечания, которые мы покажем шейху Али. Тогда как шейх Али попросил нас, чтобы мы указали на замечания. Затем шейх написал свои замечания, и я тоже написал свои замечания. И тогда мы сказали, о, шейх Али, исправь эти места, иншаллах, в этом будет благо, и нет в этом проблем. После шейх Али принялся распространять эту книгу, Муджмаль Итикад Ахли Ассунна, которую распространил Маркес шейха Аль-Аль-Бани, без исправления замечаний, на которые мы указали. И внес имя шейха Раби среди тех, кто согласился с ними. Однако шейх проявил терпение. Кто поверит этим словам? Никто не поверит. Однако я свидетельствую перед Аллахом, что это произошло на самом деле. И шейх проявил терпение.